7 мая 2024 год и коротенькая новость из разряда мелочно приятно. Канцлер Германии заявил, Шольц, да Шольц по-моему, заявил о том, что доходы от ценных бумаг, размещенных Россией в Европе, будут направляться Украине на помощь при закупке, ну на закупку вооружения для Украины, короче говоря. Красота, речь идет о нескольких миллиардах евро. И в общем-то, я еще раз подчеркну, сейчас это как бы белочь кажется, на фоне того, что нам США на этот 2024 год, сейчас 7 мая, до конца года нам выделяют 61 миллиард долларов, плюс 4 миллиарда долларов, ну или там 3 миллиарда фунта стерлингов, дает Великобритания на ежегодной основе теперь уже нам, да. И я же в предыдущих видео, я повторяюсь, потому что ну кто-то смотрит по второму-третьему разу, а кто-то же не видел ни разу этих видео моих, правда, поэтому пускай, я лучше повторюсь. Повторение мать печенья, да. И это же на фоне того, что у нас весь оборонный бюджет Украины, вместе там с полицией, милицией, ВВВшниками, там с СБУшниками, разведчиками, в 13-м году до аннексии Крыма был 1,8 миллиарда, то есть 1 миллиард 800 миллионов долларов. А сейчас нам просто это как мелочь, да, и плюс еще вот этим вот 61 миллиард, да плюс еще 4 миллиарда британских и американских, теперь добавляется еще и от Германии. Ну, я в 14-м году написал, ровно 10 лет назад, кстати, 5 мая 2014 года я написал, ну не афоризм, да, хохму, степ, рука Москвы явно растет не из того места. За что не возьмется этот антимидос, все превращается, ну это фекалоид какой-то, понимаете. То есть они аннексировали Крым, опять же я написал, что аннексия России Крыма будет первым случаем публичного суцида целого государства в третьем тысячелетии, в 15-м году я написал. Это, по-моему, очевидно, очевидно, что он угробит эту страну. Сейчас этот Шольц, Шольц, почему так поступает? Сейчас диверсии, теракты устраивают россияне, поджоги там, Рейнмиттл на заводе, по-моему, какую-то диверсию устроили, подожгли там что-то в Берлине. Если я не путаю, но в Берлине точно пожар там был, именно связывают это с Москвой. В Чехии, и вы, ребята, если россиян спрашивают, вы таким образом дадитесь остановить поставки вооружения в Украину, или вы думаете, что это перейдет к тому, что европейцы еще больше на вас обозлятся, и с бойной активностью начнут помогать Украине? Сдыхаться вас, понимаете? Чтобы Украина помогла им сдыхаться вас. Многие говорят, кстати, что и такие же туда влезло вот это, с этим, с Хамасом влезла Россия 100% 7 октября прошлого года. Эти уши ослиные найдутся там еще, я вас уверяю, российские. То есть, потому что они все умеют делать так, чтобы было хуже им, ну, потому что, ну, это просто капец. Люди сидели там в большой восьмерке, сейчас самая пациентационная страна мира по одному щелчку пальцев. Вас эксплуатировало, Запад вас эксплуатировал, вам давали триллионов долларов за нефть, которую вы выкачивали просто из этого, триллионы, триллионы. Вы могли жить, я не знаю, как арабские шейхи, все просто, а не конкретно Путин там с этим, с Потаниным, чем с кем-то. Вы это потратили на то, чтобы убивать украинцев, захватывать там в Грузии захват, ну, ваш выбор, конечно, ребята, целуйте своего. Рука Москвы явно растет не из того места, 100%. Я как-то думаю, что пока мои оптимистичные чрезмерно прогнозы на том, чтобы конец этой войне, ну, в смысле военных действий, будет уже в этом году, он только все ближе и ближе, мне кажется. Потому что вот по Красногоровке сегодня ломанули пацанов там, вчера вот это вот, пленных тут подработина, наши пацаны взяли. Я думаю, что вот эти все продвижения микроскопические на танках-гаражах, они очень скоро у россиян закончатся. А нам, ну, с помощью Европы, конечно, вопросов нет. Но мы перемелим всю эту машину российскую. Ну, до конца года, я думаю, на 90% останется там какие-то, я не знаю, МТЛБшки Первой мировой. Все будут в Украине, не переймайтесь.